Девушки отдыхают Мног, милый, твой отец в двадцать лет уже в войну прошел, ранен был, сколько раз над ним смерть висела. Ходил он, помню, как старик, сутулись, будто на его плечах тяжесть была. Когда положили его в мою палату, вот как раз в этом доме госпиталь был. Ну и вот врачи думали, не жилец он на этом свете. Подозвал он меня к себе и тихо так спрашивает. Небось врачи говорят, я умру скоро, не скрывай от меня, сестричка. А я ему в ответ нет, говорю, не умрешь, все будет хорошо, ты непременно выздоровеешь. Он долго так смотрел на меня, наконец молвил, вот и правильно, мне умирать не хочется, молодой я, мне еще только двадцать стукнуло. У отца в январе день рождения. А выписался он из госпиталя весной, вот как раз в мае, помню, стоит в дверях с шинелью, солдатским мешком в руке. Я печальный такой, и я подошла к нему и говорю, выздоровел. Не выздоровел, отвечает, а выжил, и то хорошо. А чего такой печальный? А с чего радоваться? Письмо получил, деревню мою в Белоруссии сожгли, всех родных на Немеччину угнали. Выходит, зазря я со смертью боролся, вот живой на ногах стою, а идти некуда. Такие-то дела, сестричка, случаются в нашей жизни. А я смотрю на него и реветь хочется, а потом и говорю, пойдем ко мне. Он взглянул на меня и усмехнулся, это ты на самом деле или пошутила. А я говорю, пойдем, я с матерью живу, отец погиб недавно, пойдем. Ну и пошли мы с ним вот по этой самой улице. Почему ты раньше мне об этом никогда не рассказывал? Мало было, да и случая как-то все не представлялось. А ну покажись-ка, молодой Ермаков. Отслужил? Хорошо. Какая у тебя квартира? Да, есть где и отдохнуть, и поработать. Вот Гришина комната, ну, у него, как всегда, беспорядок, молодость. А вот книги любит, книги бережет, поэзией увлекается. Хорошая машина. Да, был бы Гриша дома, сразу бы усадил вас музыку слушать. Ну, там спальня, кухня. Ну, идемте, проходите. А вот здесь все вместе. И кабинет у меня, и гостиная. Вот сижу тут в одиночестве, тружусь. Гриша в институте, Лиза на работе. А книг у тебя сколько? Поль, может, чаю согреть? Да нет, спасибо, Алеша. Мы тут у тебя много времени не отнимем, ты не беспокойся. Ну, располагайте, садитесь. Садись, Андрей. Да, время, время. Кажется, давно ли лежали мы с Петром в госпитале, койки пролеживали. А молоденькая, глазастая медсестра Поля нам лекарства подавала, градусники ставила. Вспомнил. Да, вот ночь, когда он бредил, не забуду. Утром очнулся, а Поля спрашивает, чего тебе петь? Может, поесть хочешь? Он говорит, мне бы бульончика куриного. Ну, мы даже на койках поднялись. Ну, где же его возьмешь, куриный бульон-то? Перловый суп да пшенная каша? Царская обеда. Куриный бульон. А Поля так-то ему спокойно говорит, ничего, говорит, Петь, ты еще полежи, поспи, а я за бульоном пойду. Вот, Полин, до сих пор не могу догадаться, где же ты этот самый куриный бульон достал. А помнишь, как он его пил? Взял банку своими худыми руками и не отрываясь, пил. Да, тяжелое было время. А какой мы вам свадьбу-то закатили, а? С жареной картошкой на сале. Да, и вроде времени немного прошло, а вот и Петра уже нет в живых, и я старик. Хотя мне всего 55. Поля, Поля, ну плакать-то зачем? Ведь слезами Петра не воскресишь. Он у тебя какой сын? Орел! Ну, а у самой как со здоровьем? Ну, какое со здоровьем? Ну, да. А Марина падеж невесты, да? Ну, в шестом классе учится. Да, время, 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 время. Моя забота сейчас не о ней, вот. Андрюша. Ну, Андрей в армии отслужил, молодец. Теперь надо путь определять. Да вот, в институт поступит и путь и определит. А в какой собираешься? В инженерно-строительный. Да, выбор неплохой. У тебя, наверное, там знакомые есть. Ты уж помоги мне. Кроме тебя, не на кого опереться. Ну, как тебе сказать, дело деликатное. Сейчас комиссии разные созданы. Назначены проверяющие. Один раз в кое-веки попросила, а у тебя отговорок полный народ. Мам, Оля, ты успокойся. Да за такого, как Андрея, не стыдно ведь похлопотать. Ведь у него же аттестат хороший. Он из армии. Оля, успокойся. Мам, ну, дядь Леш, не надо мне ничего. Спасибо большое. Экзамены я сдам и точка. Успокойся. Может быть, воды тебе дать? Ничего, сейчас проню. Успокойся, Поль. Андрей, зайдешь ко мне денька через два, я посвободнее буду. Расскажешь, как готовишься к экзаменам, кто вас консультирует. Ну, в общем, одним словом, доложишь обстановку, и тогда решим, как действовать. Хорошо. Спасибо. Ты прости, Алеш. Нервы никудышные. Что делать? Все мы поизносились. Так ты зря-то не переживай. Вон какой у тебя парень. Вылитый отец. И говорит, между прочим, так же, как Петр. Вот Петр мне так же сказал. Вставай и точка. Точка. В воронке я лежал тогда, из-под снаряда, раненый. Вроде кто-то в воронку вкатывается. Петр. Смотрит на меня и говорит. Эй, говорит, парень, а помирать-то рановато. А у самого грудь забинтованная, дышать тяжело. Зубой мне гимнастерку разорвал. Перебинтовал и говорит, вставай и точка. Поднял меня. До медсобата довел. Вот так вот. Ну, приходи. И с Гришей посидишь, потолкуешь. Заходи. Зря я разволновалась. Ну, ничего. Теперь уж ты точно поступишь. Алексей поможет тебе. Он слов на ветер не бросает. Ты вроде недоволен. Да ну, мама. Сама унижалась. Меня заставила. Да я взрослый человек. Пойми ты, взрослый. Ну, я уже армию прошу. А ты меня, как соплика, младенца введешь к добренькому дяне. Посодействуйте Христа Раде. Устройте сыночка. Из-за себя, из-за тебя стыдно. Уж больно ты самолюбив. Слышал бы это отец. Отец? Отец уж 18 лет на фронт ушел, добровольца. Сравнил. Тогда война была. Теперь время другое. Сейчас, главное, учеба. Ты слышал, что Ольга Григорьевна говорит? Без протекции не поступишь. Будь ты хоть семибядей во лбу. Я знаю, знаю, что ты все можешь. Но знаю, но обещай мне. Обещай, что все будешь делать так, как велит Алексей Петрович. Ты слышишь, сынок? Обещай мне. Ну, хорошо, хорошо, мам. Я сделаю, как ты хочешь. Хорошо. Ну, а ты хорошо, сынок. Вот и ладно.